всех приветствую давно на моем канале не было видео про ладу гранта это второй автомобиль на котором двигается супруга на данный момент пробег около 33 тысяч километров здесь установлен японский автомат жатко суть видео супруга говорит что тянет руль руль немножко бьет сам сегодня покатался до едешь и роль дык 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 бьет нужно заехать посмотреть развал схождения наверное заменим с вами масло и наверно нужно будет заменить ромашки на тяги сейчас мы к официалу подъедем посмотрим ну и все вам покажу приехала в сервис 32 тысячи километров меняем колодки меняем ромашки меняем стабилизаторы и будем менять с вами фильтр состояние старых колодок за 30 тысяч километров как видите резина вся потрескалась стабилизаторные тоже смотрите резинки все потрескались фильтр у гранта находится около заднего левого колеса то есть вот он стоит тоже его заменим проблема тросиков ручника постоянно протирается вот так вот их происходит представляете по глушителю по состоянию вроде целый резонаторы вроде все пока живое все мы заменили здесь заменили здесь заменили здесь заменили новые колодочки поставили остальное масло это картер для автомата здесь картер для масла двигателя у автомата объем 4 и 2 по моему да все хочу сказать по лакокрасочного покрытия в принципе все как бы меня устраивает за три года здесь я изначально обрабатывал как делал антикорф ленты наклеили ли забыть забрызгивали полностью то есть вот самое проблемное место когда с колеса летит переднего здесь всегда все отлетает у меня пока все нормально бензиновый фильтр тоже заменили для чего меняется бензофильтр вот мы взяли старый фильтр и выдули в баночку и посмотрите какой цвет и сколько грязи накапливает фильтр а вот эта грязь может попасть вам в инжектор например да поэтому фильтра вовремя меняется что дорогие друзья теперь кто скажет какое масло заливаю то с ним сталкивался пишите комментарии почитаю заливаем 4 литра остальное уже добавлю я но по щупу посмотрим дома такая же канистра есть и что я долью потому что как я сказал что объем автомобиля с автоматом идет намного больше 5 на 40 такое масло так запускаем двигатель но все быстренько погасло масло тема берете загнала развал смотрю что-то бегает минут 20 не может открутить развальные болты сейчас поедем опять на другой подъемник будут откручивать нам болты и потом она опять поедем сюда на времени потратил уже прилично официальный дилер на волгоградской приехал на другой подъемник и вот эти развальные болты не смогли покрутить сейчас мы разобрали все вроде крутится поедем обратно на развал пробуем с этой стороны развальный болт все у нас крутится принципе все равно все отлично я стою назад на развал поехал с автосервиса сегодня 2023 год октябрь середина октября месяца скажу честно стало дороговато обслуживать автомобиль очень дороговато но это необходимость по ценам пробежимся итоги за запчасти я отдал три с половиной тысячи за работу я дал четыре с половиной тысячи что сделали то есть проверка подвески автомобиля замена масла в двигателе тысячи рублей стоит охренеть так фильтр топлива поменять 750 рублей растяжки рычага в 750 рублей стойка стабилизатора 750 рублей вот так вот и плюс снять поднять колесо все это стоит защита картера снять установить да очень дорого стало очень дорого проверка или и регулировка углов стоит тоже 700 рублей в принципе ничего не сделали а 9000 рублей отдали поэтому как дальше жить не знаю по ниве тоже по запчастям полная беда даже заводские резинки которые рассохлась буквально 30 тысяч километров и все на этом поэтому какие запчасти ставите как все это будет дальше выглядеть не знаем ладно не любое нагрузкам ездить по любому нужно будет пишите комментарии выехал с автосервиса покатался результат меня очень и очень радует прям красота автомат подхватил папер поменяли колодки тормоза все работает на новом масле мотор дышит руль стоит ровно никуда не прыгает все держится четко никакой вибрации нету после развал схождения сделана работа и потраченные деньги не зря и вам рекомендую по возможностям уделять время своим коням железно металлическим потому что приходится ездить никуда не денешься да знаю машина которые в плачевных состояниях и люди ездят и не на что не обращают внимание но я так не могу я люблю чтоб автомобиль был в исправном состоянии все пока пока будьте здоровы не болейте пишите комментарии про масло тариф